какое имущество продается при банкротстве физического лица то за вывод активов может последовать неосвобождение вас от долгов какое имущество не прикосновено в деле о банкротстве физического лица сто процентов неприкосновенно Какое имущество продается при банкротстве физического лица? Всем привет, с вами на связи Наталья Котряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц, 250 плюс завершенных дел, также обучаю юристов. В этом видео я разберу, кто и как выявит ваше имущество при банкротстве, продается ли имущество супруга при банкротстве, как сохранить имущество, возможно ли это, а также какое имущество неприкосновенно. Итак, с момента признания вас несостоятельным банкротом, когда суд вынесет соответствующее решение, все ваше имущество включается в конкурсную массу. Что такое конкурсная масса? Она формируется финансовым управляющим за счет продажи вашего имущества и за счет разницы между прожиточным минимумом, который вы будете получать в процедуре банкротства и вашим официальным доходом. На тему прожиточного минимума у меня есть отдельный выпуск, ссылка на него будет в описании. Так вот, эта конкурсная масса пойдет в счет погашения требований ваших кредиторов. А от непогашенной части, как правило, добросовестный гражданин полностью освобождается. Простым языком с него списываются все долги. Кто выявляет ваше имущество и продает при проведении банкротства? Это делает финансовый управляющий, его участие в судебном банкротстве является обязательным. Как он выявит ваше имущество? Посредством запросов государственные органы, государственные органы, юридические лица, граждане обязаны в течение 7 дней представить финансовому управляющему запрашиваемые сведения по должнику. Итог, скрыть имущество от дохода не получится. Делает ли финансовый управляющий запросы по супругу? Прежде чем отвечу на этот вопрос, попрошу каждого, кто смотрит это видео, поддержать меня, поставить лайк, подписаться на мой канал. Меня это мотивирует больше для вас записывать полезного контента и еженедельно проводить прямые эфиры и отвечать на ваши вопросы. Что касается запросов по супругу должника? Да, финансовый управляющий делает запросы и по имуществу супруга должника, даже если был развод в рамках трех лет до даты возбуждения процедуры банкротства. Что это значит? Это значит, что совместно нажитое имущество также включается в конкурсную массу. Что такое совместно нажитое имущество? Это то имущество, которое куплено в период брака и оформлено на одного из супругов, при проведении банкротства не имеет значения, кто титульный собственник данного имущества, если оно куплено в период брака. Простым языком, имущество, которое куплено в период брака и оформлено на супруга-недолжника, будет продаваться при проведении банкротства его супруга. А если это личное имущество супруга, к примеру, оно куплено до брака или получено в дар или по наследству, такое имущество не включается в конкурсную массу она гарантированно сохраняется за супругом должника какое имущество не прикосновенно в деле о банкротстве физического лица сто процентов неприкосновенно это единственное жилье кроме ипотеки это может быть и комната и квартира и дом земельным участком также это прожиточный минимум на должника его иждивенцев это личные вещи предметы домашнего обихода за исключением предметов роскоши полный перечень того имущества которые неприкосновенно в рамках банкротства указан статьи 446 гражданского профессионального кодекса отвечу на частый вопрос включается ли в конкурсную массу к примеру стиральная машина ноутбук микроволновка выезжает ли финансоуправляющий по месту регистрации должника в теории финансоуправляющий вправе подать соответствующее ходатайство выехать по месту вашей регистрации для описи вышесказанного имущества к примеру стиральной машины однако на практике это происходит крайне редко особенно если вы работаете с юристами особенно если вы являетесь заявителем по делу и тогда никто выезжать по месту вашей регистрации не будет рекомендует этот вопрос уточнить тоже перед заключением договора с юристами по моим клиентам финансоуправляющий не ездит и ничего подобное не описывает в принципе логично и так прежде чем я перейду к ответам на вопрос возможно сохранить совместно нажитое имущество минута рекламы чем я могу быть для вас полезно чем я могу вам помочь во первых это проведение процедуры банкротства под ключ и до результата сохранением имущества при необходимости не во всех случаях защиты от коллекторов по всей россии далее для тех граждан у которых нет денег на юристов или кто хочет сэкономить на юристах до 100 тысяч рублей у меня есть курс по самостоятельному банкротству при поддержке моего юриста вы подготовите все документы для суда а также я гарантированно представлю кандидатуру финансоуправляющего которая банкротит вас за депозит плюс расходы без доп оплат управляющий надежный далее у кого вообще нет денег и кто хочет разобраться в банкротстве самостоятельно провести процедуру есть лекция по самостоятельному банкротству за 990 рублей там приложены все образцы необходимых документов а также я разбираю вопрос как найти финансово управляющего и также я обучаю юристов нюансом банкротного дела как можно зарабатывать на банкротстве помогать людям списать долги все подробности будут в описании возможно ли сохранить имущество многие граждане задаются подобным вопросом и хотят и долги списать и к примеру свой автомобиль или земельный участок сохранить до вариантов сохранения существует да есть надежные варианты сохранения которые на практике работает однако вы должны понимать что за вывод активов может последовать неосвобождение вас от долгов поэтому взвесьте стоимость вашего имущества размер ваших обязательств нужно ли вам заморачивать сохранением активов если вы все оценили просчитали понимаете что вам нужно обязательно сохранить ваши активы варианты еще раз повторюсь есть и эти варианты лучше обсуждать на бесплатной консультации что касается совместно нажитого имущества если ваш супруг не согласен с тем что это имущество будет включаться в конкурсную массу он вправе подать иск в суд общую юрисдикции о разделе совместно нажитого имущества и признать это имущество личным к примеру это один из вариантов так как к примеру полученные денежные средства он получил в дары на покупку своего любимого автомобиля такое у меня было в практике неоднократно и во время банкротства производился раздел совместно нажитого имущества и я имущество не продавал как финансовый управляющий и до банкротства есть иные варианты сохранения совместно нажитого имущества опять же подробнее лучше обсуждать на консультации выводы и рекомендации банкротства вам позволит полностью списать все имеющиеся долги под ноль банкротства не подходит для тех граждан у кого стоимость имущества превышает размер обязательств банкротства подходит для тех граждан у которых размер обязательств превышает стоимость имущества так вот все имущество которое финансовый управляющим, за исключением того, который неприкосновенно по действующему законодательству, будет включаться в конкурсную массу и продаваться. Если до возбуждения процедуры банкротства вы не позаботитесь о том факте, возможно ли в вашем случае сохранить активы. На этом по теме видео все. До встречи в следующих выпусках. Поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok